Рождественские дни насыщены не только богослужениями, но и праздничными мероприятиями, подготовленными специально для детей. В столице Среднего Урала прошла традиционная архиерейская елка. Местом для ее проведения стал Свердловский драматический театр. Вместе со своими сверстниками из Екатеринбурга праздник посетили дети подводников атомных субмарин, приехавшие на Урал из Мурманской области. Так, улыбаясь и немного смущаясь, мальчики и девочки несмело начинали беседу с митрополитом Кириллом. Но вскоре освоившись, прочли ему стихи и поздравили с праздником. Традиционно десятый год на новогодние каникулы дети подводников подшефтных наших экипажей приезжают в Екатеринбург на каникулы. Для них здесь устраиваются программы как развлекательные, так и образовательные, и, соответственно, они проходят медицинское обследование. Одним из элементов традиционно является встреча с митрополитом. Экипажи субмарин Екатеринбург и Верхотурья базируются в городе Гаджиево в Мурманской области. Выезд из маленького военного городка для детей из семей подводников – большое событие. После чаепития и встречи с владыкой детвора собираются вокруг елки. Здесь для них еще один рождественский сюрприз – веселые игры и загадки. Песни ангелы поют, и волхвов к себе танут. Очень важно почувствовать связь себя с тем, кто нас создал, творение с Творцом. И даже в таком маленьком сознании это будет отлагаться, и будем надеяться на то, что эти детки будут вырастать добрыми, правильными, благочестивыми, настоящими людьми в жизни. В дни праздников в столицу Среднего Урала съехались 20 ребят из Гаджиево. Здесь они ездят на экскурсии, гуляют по городу и посещают праздничные представления. Дети – это всегда радость. Для нас вообще всегда радость общаться с теми, кто, имея такое искреннее желание, им показывает все лучшее, что у нас есть. И их мамы, как правило, которые приезжают вместе с ними, и они тоже получают определенный заряд бодрости и радости. Потому что надо пробыть в Гаджиево хотя бы несколько часов, чтобы понять, насколько это специфично и очень сложно, на таких условиях не просто жить, но и создавать семьи, хранить эти семьи. И вот звучит звонок. Дети и родители собираются в зрительном зале. Будем смотреть всегда? Да! Вот прямо сейчас? Да! Все, пойдем. На сцене волшебная ночь. История девочки и ее плюшевого мишки таит в себе и опасности, и приключения. Но все заканчивается, как и положено сказке. Добрые герои помогают преодолеть все преграды, а мишка становится прекрасным принцем. Показанная в светлые дни праздника, эта история становится по-настоящему рождественской. Ведь она дарит зрителям надежду на настоящее чудо, на то, что добро непременно победит, и мечты детей обязательно сбудутся.